теперь пройду пойду дальше все-таки я 51 значит творчество на уровне тела ну вот классическое творчество например скульптура рисование если человек действительно делает это из себя не просто что-то копирует или делает это формально можно творить наверное на двойке там но здесь понимается виду что человек действительно из себя переживая нечто в этом есть какая-то мысль творит вот 51 52 соответственно он уже творит эмоциональное состояние как свое так и других людей он может там рассмешить кого-то или сам рассмеяться заплакать и может создать какой-то опять же шедевр который будет вызывать эмоциональное состояние ну вот тоже не про музыку спрашивали многие музыкальные произведения наверное написано с этого уровня потому что человек который писал композитор он воздействует чаще всего на эмоции поскольку это именно он писал с пятерки новое создавал произведение это 52 53 это уже творчество на уровне разума то есть опять же это вот уже новые концепты которые создаются отсюда вот 54 это новые целостности как бы я создаю новые синтезы новые целостности новую интеграцию наверное это может быть в плане людей вот конкретно там какой-то семинар собралась вот эта группа если мне как ведущему игротехнику удалось наладить в этой группе ситуацию это 54 она собралась как единое целое и 55 это чистое творчество помните да слой чистых качеств когда уже это не просто это некое единение со средой опять же то есть 55 это творческий акт который здесь сейчас происходит но полностью он не чаще всего не переносим за пределы данного времени пространством возник как некое чудо прямо здесь сейчас есть пара историй на это еще даже при пересказе они все могут поблекнуть не бойтесь что не бойтесь из недавнего перед прилетом в россию была на гавайях там со мной случилось чудо с двумя своими друзьями один из моих друзей американец шестидесятник он меня заразил идеей встречи с рамдасом значит мы ехали на гавайи брать интервью у рамдаса это такой тоже известный гуру которого выгнали из стэнфорда но сейчас он уже доживается вот элиот и еще одна моя подруга здесь русская которая уехала и живет там она как раз вот такая театральная там она в театре дерево долгое время и вот мы путешествовали целый день по страшной такой вот дороге я вела машину ужасно устала на дорогу все время петля вокруг океана а я все время разговаривал он ему лет где-то порядка семидесяти пяти именно он уже немножко стареет поэтому он говорит всегда он говорит со всеми ладно он говорит всегда во первых машине во вторых когда он выходит из машины если стоит выпустить он говорит со всеми прохожими затащить его обратно тоже но невозможно и я была уже просто никакая потому что я еще единственный шофер не доехать и мы с ним уже из какого-то последнего прохожего я вытащила его силой и мы с ним страшно поругались он сказал нет все то я никогда тебя больше видеть не буду как только мы найдем цивилизации мы расстанемся навсегда начну прошло полчаса и он остыл и сказал ну вообще-то я осел ладно прости меня но он сказал то по-английски вообще другим словом я это поняла как осел уже ну это породило как бы очередной круг дискуссии наши в машине и я стал и а он действительно сказал а вообще-то слово осел точнее даже в танке будет более четко применимо и я стала рассказывать историю про осла ну о том что значит я периодически думаю вот имея значит еврейский там бэкграунд что вот все же евреи ждут мессию а что как должен мессия себя продемонстрировать мессия должен проехать на осле в иерусалим через золотые ворота золотые ворота сейчас полностью если вы не знаете древний город они полностью забиты уже много-много лет то есть он как-то должен ухитриться много того что на осле еще через эти золотые ворота поскольку у меня сейчас проект в калифорнии я там много времени провожу то я регулярно езжу через мост golden gate bridge я думаю чем не те золотые ворота я по этим езжу значит осталось достать осла как-то проехать по этим золотым воротам и дело сделано новая наступила но мы никак не могли там достать осла искали осла не нашли я рассказываю эту историю про ослов что вот или ты тоже там осел останавливаюсь причем но просто уже в полном изнемножении я останавливаюсь на темным темным какое-то маленькое ответвление дороги чтобы отдохнуть мы выходим из машины и вот смотрим на звезды где-то ну вот в таком вот но переживание какого-то бесконечности вот этой вселенной остановки мира вот мир остановился вот на и когда наконец я чувствую ну вот все что ли мы исчерпали это вот состояние общности наконец-то перестали ругаться помирились там эллиотского мистическое переживание мы идем обратно к машине и туда раздается такой животный вопль а абсолютная пустыня ну ничего нет просто трава как бы степь элла говорит это осел просто полнейшему удивлению из соседней изгороди действительно прибегает настоящий осел и устремляется к нам вот ну дальше мы обратались с этим осел ослом а я пока слабое место еще не помню освоение высшего уровня потому что оселивать не удалось где-то рядом мир начинает тоже вступать в творческий акт то есть я это в том что вам рассказывала чтобы показать что высших состояниях как бы небо верхний пласт он начинает тоже посылать ослов там как-то вот помогать людям которые подходят сюда это разумеется параллель с дискурсией духовных практик практически всех не только в христианстве что у самого собой но и других традициях духовных практик высшие уровни всегда совершаются соучастием некоторых энергий и источник которых человек отождествляет как не находящихся не хоть не находящийся в нем самом в его обладании в его распоряжении но тем не менее действующих на его территории что называется то есть в нем вот начинается действие некоторых иных энергии которые у нас в синергии антропологии называются энергиями внеположного истока традиционно вот это речь как раз об этом не стало бы здесь очень иногда же все это и и располагается в верхних строчках строках матрицы да именно так вот ну и соответственно можно наверное более-менее продолжить то есть пять это творчество уже на уровне смыслов человек начинает порождать смыслы и связи разнообразные и творчество свободы то есть разные степени свободы осваивает пять-семь как бы освобождение как своего так и других людей так на ума пришла эпизод у меня тоже племянница была и она до сих пор помнит мы с ней играли в тюрьму я ее каждый раз по-разному зажимала и вот нужно было освободиться вот это простой этап но вот на пять-семь это такое же человек производит сам в каких-то ситуациях он может различить где он не свободен где он все еще как-то ограничен и творческие преодолевать свои же в первую очередь ограничения 61 значит осознанность по отношению к форме то есть это состояние когда человек осознает формы ну скажем не просто различает а осознает смысл идею той или иной формы то есть можно просто различать что-то чашка да а можно через эту чашку видеть всю цивилизацию что эта чашка есть некий признак цивилизации нашей и что она стоит здесь на столе это тоже нечто может для меня значить может быть просто мусором а может